Среди старшего поколения жителей Сестроя очень много людей талантливых, увлеченных и активных, поэтому и в практике работы Первичной общественной организации инвалидов города много интересных и полезных дел и мероприятий. Одно из них прошло 12 ноября в здании городского спортивного комплекса, который благодаря поддержке тренеров и пониманию руководства учреждения зачастую становится местом спортивных баталий людей с ограничениями по здоровью. Программа соревнований, в которой приняли участие около 30 человек, включала в себя 5 спортивных дисциплин. Все спортсмены старались показать максимум возможностей, несмотря на свои недуги. В нашем городе мы уже начали декаду инвалидов с этого мероприятия, спартакеада. Посвящена она также 30-летию нашего общества, со дня образования. Еще у нас будет фестиваль творчества, в котором мы тоже будем принимать участие. У нас поедет туда ансамбль «Сударушка». Это будет в конце ноября. Поселок Репино. Это будет областной фестиваль творчества. Еще одно мероприятие у нас будет проходить в ДК «ВАЗа», которое будет проводить районная администрация. И туда будет приглашена активная группа от нашего общества. Проверить себя в состязаниях по дарцу, стрельбе из пневматической винтовки, поражение на мишени, испытать свой глазомер и физическую выносливость отважились не все. Кто-то следил за успехами товарищей со зрительских скамеек. А сегодня просто душа так и пошла сюда. Я себя почувствовала хорошо, участвовала во всех, кроме стрельбы. Ну так, вроде, результаты неплохие. Вот бросила там высоко, далеко вернее, самое первое место она заняла, не знаю. И я получила заряд бодрости, это очень приятно. С особым вниманием наблюдала за результатами участников соревнований и руководитель спортивного клуба «Здоровье» Марина Сорокина. Мы очень довольны. У людей хорошее настроение, все участвовали и даже зрители участвовали, пытались что-то тоже сделать. Поэтому главное у нас в итоге, вот общее, за общее принятие мероприятия, за общее участие. Главное, кого-то победить и мы выделять не будем, потому что это все инвалиды. У кого-то одно болит, у кого-то другое. Вот им просто за участие. В декабре здесь же в спортивном комплексе пройдут традиционные соревнования среди команд района, приуроченные в декаде инвалидов. И наверняка кто-то из участников этих состязаний примет в них участие в составе сборной нашего города.